Здравствуйте! Если у вас сахарный диабет в том числе и скрытый, как его определить, расскажу в этом видео, то риск осложнений в случае COVID-19 резко увеличен как минимум по двум причинам. С одной стороны, нарушена микроциркуляция и может быть опасная для жизни пневмония. Вам нужен будет аппарат искусственной вентиляции легких. А также увеличена вязкость крови и повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поэтому первый полезный совет диетолога из этого видео. Вам нужно знать и максимально и оптимально низко снизить уровень глюкозы в крови. Что такое сахарный диабет 2 типа знают многие. Это когда уровень сахара в крови или уровень глюкозы в крови выше 6 ммоль на литр или выше чем 120 мг процентов. Вот что такое латентный сахарный диабет. Это когда у вас присутствует по разным причинам инсулинорезистентность печени и уровень глюкозы в крови выше чем 4,5 ммоль на литр или 90 мг процентов. На эти скромные цифры часто не обращают внимания, а зря. Причиной может быть жировой гепатоз, тета-гепатит, хронический гепатит, плохо вылеченный. Не важно какая причина, важно другое. Повышен еще один показатель, своеобразный серый кардинал, на который мало кто обращает внимания. Это уровень ликированного гемоглобина или же козидированный гемоглобин. Почему это важно? Резко увеличивается вязкость крови, ухудшается состояние сосудов. И если сахар или уровень глюкозы вы сегодня можете снизить быстро, несколько дней посидели на диете, попринимали травки, попринимали препараты, то ликированный гемоглобин снижается через 3-4 месяца. И именно столько времени сохраняется кардиологический риск. Поэтому второй совет диетолога. Не просто снизить уровень сахара в крови сегодня, но и поддерживать минимум 3-4 месяца подряд, для того, чтобы в конце концов снизился гликозидированный гемоглобин. Понятно, в это время нужно поддерживать себя на карантине, потому что иначе, в иных условиях, знаете, когда для вас заканчивается пандемия COVID-19? Она закончится в одном случае. Когда вы останетесь единственным незаболевшим COVID-19 в своем населенном пункте. Правда, придется при перемещениях по планете выяснять, а такая же ситуация в точке назначения, куда вы хотите тоже посетить. Поэтому, чтобы у вас не было таких жестких ограничений на всю жизнь, потому что переболеть все вряд ли смогут, а источник заражения любой для вас может быть смертелен. Поэтому я бы советовал вам все же заняться правильно своим здоровьем и выполнить еще несколько полезных советов диетолога. Для того, чтобы снизить уровень глюкозы в крови максимально быстро и правильно, есть несколько советов. Один совет. Нужно попасть в состояние эмоционального комфорта. Как бы вам ни было неприятно, та ситуация, которая есть, но эмоциональный стресс повышает уровень глюкозы в крови у всех. И у тех, у кого явный диабет, и у тех, у кого скрытый диабет, и у людей абсолютно здоровых, у всех повышается уровень глюкозы в крови. Но! Если у здорового человека вам поднялся, и гликозидирный гемоглобин не среагировал, то в случае, если у вас скрытый, либо явный сахарный диабет, риск у вас повышен. Еще один полезный совет диетолога. Вам нужно максимально скомпенсировать свое питание, то есть применить диету, но! Не только диету 9, которая предназначена исключительно под сахарный диабет, но применить правильное питание в зависимости от комплекса заболеваний, которые, возможно, у вас уже есть. Чаще всего сахарный диабет не единственное приобретение, которое имеет каждый взрослый человек. На третье место я бы поставил в правильное движение устранить основную причину как скрытого, так и явного сахарного диабета, это инсулинорезистентность печени. Именно от нее, из-за того, что печень ваша работает плохо, и появилась инсулинорезистентность, не может печень накапливать всю глюкозу, которую вы приняли с продуктами питания, и контролировать уровень сахара в крови, пропускает ее в кровь. А клетки тоже взять не могут, потому что они могут в несколько раз усилить свою активность после вашего обильного приема пищи. Только печень, как такой стабилизатор поступающих продуктов питания, не только глюкозы, белков, жиров, витаминов, макро-микроэлементов, сглаживает эти пики, удерживая обильное употребление продуктов питания у себя и отпуская в кровь по необходимости. Если печень больна, то вначале идет инсулинорезистентность печени, затем повышается уровень холестерина в крови, потом нарушается белковый обмен, за ними идет обмен витаминов, макро-микроэлементов. В иными словами, бардак в обмене веществ при плохой работе печени вам обеспечен. Ну, видимо, вы и не все знаете, что делать, если у вас есть печень. Это одна из опубликованных мною книг. Что я поставил на следующее место? А только на четвертое место я поставил увеличение физической нагрузки. Вы понимаете, почему я с этого начал это видео? Повышенная вязкость крови, нарушенная микроциркуляция. Кто пострадает первым? Да тот, кто вынужден выполнять, обеспечивать кровью все ваши движения. Сердечная мышца. Очень легко на повышенном уровне глюкозы в крови загнать сердечную мышцу и получить тот результат, на который вы не рассчитывали. Поэтому так поступать не стоит. Правильная последовательность действий даст вам возможность легко снизить уровень глюкозы в крови, поддерживать его на оптимально низком уровне и в случае заболевания корид-19 перенести в легкой форме. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы хотите больше узнать, как правильно питаться, как правильно пить воду, как правильно дышать во время пандемии ковид-19, есть такая книга ковид-19 что делать, ну и другие книги, вы видите их перед собой. В них тоже достаточно много полезной информации. Особенно советую не злоупотреблять кофе во время пандемии, потому что кофеин, к сожалению, не улучшает работу организма, а испытывает его резервные возможности. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube, а также Школа Доктора Скачко. Это Instagram. Продолжение следует...